Теперь вновь Украина. Там сегодня неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью военкомат. Инцидент произошел в Донецкой области на территории подконтрольной Киеву. Украинские военные буквально накануне отчитывались о ходе призывной кампании. План мобилизации выполнить пока не удалось. Против уклонистов заведены тысячи дел. Масло в огонь подливают кадры, периодически попадающие в интернет у буднях новобранцев. Юлия Ольховская с подробностями. Если хочешь, с кем такой ручей станешь. Глядя на эти кадры, становится понятно, почему украинцы не спешат мобилизоваться. Видео, на котором длинная очередь за едой к полевой кухне, в интернет выложил киевлянин Сергей Соловьев. С украинских видеоресурсов этот ролик старательно удаляют. Призывников и так днем с огнем не сыщешь. А тут еще такая антиреклама армии. Конечный пункт. План шестой волны мобилизации выполнен наполовину. Но в Генштабе не теряют надежды призвать кого-нибудь еще. И уже объявили о планах на новую кампанию. В то же время в законности действий Минобороны усомнились украинские правозащитники. И попытались выяснить, на каком основании сотрудники военкоматов гоняются за призывниками. Объясните, пожалуйста, какая у нас идет война, если у нас идет антитеррористическая операция. Подождите, я закончу. У нас идет антитеррористическая операция. Согласно Конституции Украины, этим должны заниматься внутренние войска, СБУ, МВД и тому подобное. На каком основании у нас объявлена мобилизация вне Конституции? На основании закона Украины. Какого? Согласно указу президента. Подождите, указ президента стоит ниже по рангу, чем Конституция Украины. Вы хотите сказать, что президент издал заведомо незаконный указ, который противоречит Конституции? Кто у нас в стране вообще придерживается Конституции среди политиков? Еще в мае прошлого года перед выборами будущий гарант украинской Конституции Петр Порошенко пообещал военным достойную зарплату и страховку. Обеспечим армию. Это будет первым приоритетом. Солдат, который воюет в бою, там срочников не будет. Там будут добровольцы. Получать он будет тысячу гривен в день. Его жизнь будет застрахована и здоровье на один миллион гривен. А когда это будет? Запиши. 26 мая. Прошло больше года, а ВОЗ и ныне там. Хотя реализовать обещание украинский президент вполне мог быть через свою же страховую компанию. Украина. Об этом бизнес-активе Порошенко мало кто знал до тех пор, пока в интернет не выложили выписку из реестра юридических лиц. Но вместо страхования военных, компания, которая расположена в этом здании, в самом центре Киева, занимается, очевидно, более выгодными программами. Одна из самых популярных называется «Котик и персик» и предлагает оформление страховок для домашних животных. О том, что про свои слова, адресованные военным, Петр Порошенко не совсем забыл, говорит вот этот баннер на сайте компании. С каждого страхового договора фонд армии намерены перечислять одну гривну. Украинцы уже посчитали, что суммы, собранные за месяц, хватило бы, например, на покупку одного солдатского сапога. Украинскую армию сегодня готовят с точки зрения расходного материала. Украинские военные прибывают в зону боевых действий, выполняют свою функцию, героические там гибнут, становятся примером для новых волн мобилизации. Ну и таким образом происходит постоянная ротация и смена украинского военного состава в украинских вооруженных силах. Если в этих условиях страховать украинских военных, с точки зрения бизнеса, эта ситуация близка к самоубийству. Реабилитация и лечение военных – одна из главных проблем современной Украины. Местные каналы периодически показывают, в каком состоянии военнослужащие и добровольцы уходят воевать и в каком возвращаются домой. Многим требуется не только медицинская, но и серьезная психологическая помощь. А родственники погибших вынуждены обивать пороги министерств, буквально выпрашивая положенные им по закону компенсации. Причины отказа в выплатах зачастую, мягко говоря, странные. Мы собрали пакет документов, обратились в военкомат, чтобы получить материальную помощь семье загиблого участника АТО. Мы получили отказ. В этом отказе было указано, что нет призыва. На каком основании тогда военные комиссары раздают повестки, а прокуратура возбуждает уголовные дела на уклонистов, совершенно непонятно. Юрий Ольховский, Наталья Литовко и Анна Ток. Первый канал. Украина.